МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Герой труда. Итоги и перспективы. Бумажную фабрику в ходе визита в Добруш посетил первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Максим Роженков. Дети без чувства опасности. Количество обращений по детским травмам растет. Наш корреспондент Дмитрий Котов поинтересовался мнением врачей, милиции и спасателей. Как уберечь детей от роковых ошибок? Сегодня день белорусского кино. Профессиональный праздник всегда хороший повод подвести итоги работы. Чем порадовал белорусский кинематограф в этом году? Анна Ковалева спросила у руководителя Гомель-киновидеопроката Александра Лавриненко. Конкурс красоты для мам с детьми. В третий раз в регионе выбрали миссис Гомель. Подробности финального шоу и, конечно, имя победительницы в репортаже наших корреспондентов. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. В рамках работы информационно-пропагандистской группы первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Максим Рыженков посетил Добруш. Центральное место в программе поездки было отведено посещению бумажной фабрики «Герой труда» и встрече с ее коллективом. Еще в 2015-м должна была завершиться реализация инвестиционного проекта по техническому переоснащению предприятия. Но до сих пор на новом заводе не выполнены все пусконаладочные работы. По причине срывов иностранными подрядчиками сроков реализации инвестпроекта предприятие недополучило около 24 миллионов долларов чистой прибыли в прошлом году и примерно 60 миллионов в этом. Мы не можем себе позволить, да и любое государство не может себе позволить таких напрасных трат тогда, когда буквально осталось делать какой-то шажок и получать на выходе высококлассную продукцию, на которой уже сегодня практически выстроилась очередь за периметром нашей границы на ее получение. А кроме того, мы должны очень быстро работать сегодня и потому, что, собственно говоря, такие производства где-то тоже создаются. И мы должны быть первыми в нашем регионе, чтобы застолбить за собой и рынки сбыта, и застолбить за собой конкретных поставщиков и покупателей, значит, этой продукции. В Гомельской области продолжаются субботние прямые линии. Вчера на вопросы жителей региона отвечал председатель Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Дворник. О том, какие темы прозвучали в поступивших звонках, а также о других официальных событиях уходящей недели. Обзор от службы информации. Всего главе региона поступило 32 обращения. Кому-то хватило минуты, чтобы изложить свою проблему, другим понадобилось значительно больше времени. Задавали вопросы, связанные с трудоустройством, деятельностью медицинских и дорожных служб. Особенностью этой прямой линии стало значительное количество обращений на тему личной безопасности граждан. Сотрудникам внутренних дел дано поручение разобраться в каждом случае. Определенная часть жалоб в адрес коммунальных служб. Председатель облсполкома Владимир Дворник отметил, проблемы не имеют стихийного характера и не требуют огромных финансовых средств. Их можно было решить и на местном уровне. Прозвучали во время прямой телефонной линии благодарности в адрес власти, и в частности за произведенное благоустройство в Житковичах. В Гомеле прошло совместное заседание коллегий прокуратуры Гомельской области и комитета государственного контроля. Озвучены факты недобросовестного выполнения государственной программы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. В соответствии с решением прокуратуры и КГК Гомельской области необходимо усилить контроль по уголовным делам, которые связаны с нарушениями при реализации чернобыльской программы. В целях совершенствования законодательства информация о всех проблемных вопросах будет направлена в Генеральную прокуратуру, а также Гомельский облсполком и областной совет депутатов. С рабочим визитом Гомель посетил посол Кыргызской республики в Республике Беларусь Кубаныч Бекамуралиев. Он встретился с председателем горосполкома Петром Кириченко, а также с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председателем депутатской группы «Дружба Кыргызстана и Беларуси» Олегом Левшуновым. Обсуждали итоги и перспективы сотрудничества. За 9 месяцев товарооборот Гомеля с Кыргызстаном увеличился в 5 раз по сравнению с таким же прошлогодним периодом. Экспорт товаров в 8 раз. Поддерживаются связи между вузами двух стран. Обе стороны выразили желание развивать эти отношения и дальше, а также наладить взаимодействие между молодежными объединениями, сотрудничеством в сфере медицинского туризма и культуры. К слову, шаг в этом направлении уже сделан. Посол Кыргызстана посетил выставку известного кыргызского художника Романа Гуманюка. Она открылась в картинной галерее Гаврила Ващенко. На выставке представили экспозицию миниатюр под названием «Высокие горы». Уровень безработицы в Гомеле снизился до 0,7%. Такие данные озвучены на заседании горысполкома. Ситуация на рынке труда стабильная. Возросло количество вакансий, улучшила ситуация на предприятиях. Еще 1 декабря в режиме неполной занятости работали 6 предприятий, сейчас только 2. Работа по содействию занятости отраслевым управлением проводилась активно. Помощь в трудоустройстве получили около 7 тысяч человек. За 9 месяцев выполнено задание по устройству на новые рабочие места. 2300 вместо 2100. Результат совместной деятельности правкомов и нанимателей обсудили на третьем пленуме Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Пример успешного взаимодействия – работа по созданию коллективных договоров. На территории региона их действует около 3 тысяч. Обеспечены поддержкой и социальные гарантии более чем 550 тысячам человек. Среди важных тем – охрана труда. Технические инспекторы профсоюзов проверили более 700 предприятий. Выявлено около 7 тысяч нарушений. Изданы рекомендации по их устранению. Запрещена эксплуатация 100 единиц опасного оборудования. Телерадиокомпания «Гомелю» достойна медали «Заслуженный миротворец». Журналистов отметили за активную информационную поддержку движения. В Минске прошла отчетно-выборная конференция Белорусского фонда мира. На ней избрали новый состав правления и наградили лучших. В их числе Гомельская школа номер 27 и телерадиокомпания «Гомель». Дети – это наше будущее. И обеспечение их здорового роста и развития должно быть важнейшей задачей всего общества. Однако в первую очередь в ответе за детей и их родители. Порой банальная беспечность и невнимательность могут привести к печальным последствиям. В Гомельской области детский травматизм по-прежнему остается актуальной проблемой. Причины самые разные. В лидерах бытовые ожоги, самолечении и пиротехника. Как сделать детство безопасным? Выяснял Дмитрий Котов. Гомельчанка Наталья Кузикова воспитывает двух детей – годовалого Артема и шестилетнюю Ксюшу. В таком возрасте риск получить травму огромный. Малыши только начинают познавать большой мир вокруг себя. Искреннее любопытство или небольшая шалость могут привести к печальным последствиям. Молодая мама прекрасно знает, как создать для своих детей безопасные условия. Исходя из того, что мы живем на шестом этаже, изначально у нас были сняты все ручки из окон, чтобы дети не смогли открывать. Розетки тоже были задуманы внизу. И в основном они все были спрятаны за мебелью по максимуму, чтобы не попадаться на глаза и не вызывать соблазна даже туда залезть. Чайник всегда стоит вдалеке. Пользуюсь только крайними дальними комфортами, чтобы тоже не опрокинуть на себя ни сковородку, ни кипящую кастрюлю. Но не все осознают огромную ответственность быть родителем. Зачастую дети страдают от элементарной халатности взрослых. Так произошло в Хойниках, где травму малыш получил, когда пытался поджечь бумагу в камине. В агрогородке Ремина и Калинковичев девочка и мальчик опрокинули на себя чашку с кипятком. Не стоит заниматься и самолечением, иначе это может привести к плачевным последствиям. 13-летнему подростку из Гомеля пришлось несколько дней провести в реанимации после того, как его родители пытались снять боль в области желота различными лекарствами и травяными отварами. Вместе с правоохранителями бьют тревогу медики. За последний год и наблюдается рост острых бытовых отравлений у детей. Основной возраст пациентов областной клинической больницы от 1 до 3 лет. Причина одна – дети тащат в рот любые предметы, вызывающие интерес. В последнее время врачи отмечают всплеск отравлений от обычных носовых капель. Родители считают, что этот препарат безобиден. Вполне возможно так считают. И бутылочки с этим средством дают ребенку поиграть. И могут забыть об этом. Ребенок его оставляет в своих игрушках, потом открывает крышечку и выбивает это средство. Такие отравления часто видим, и они достаточно тяжелые. Протекают в тяжелой форме. В ожоговом отделении Гомельской городской клинической больницы номер один ежегодно лечение проходит более тысячи человек. Каждый третий пациент – ребенок. Как и в случае с отравлениями, большинство детей в возрасте от 1 до 3 лет. Самая распространенная причина ожогов – пролитый горячий чай или кофе. Часто беда происходит из-за контакта ребенка с горячей поверхностью, сковородой или утюгом. Стоит снять с ребенка намокшую одежду и охладить ожоговую рану в течение получаса холодной водой. Затем положить сухую повязку и доставить ребенка в лечебное учреждение. Очень часто приходится видеть, как родители используют разные способы обработки ожоговой раны, которые не оказывают лечебного эффекта и, кроме того, вредны для ребенка. Наиболее частым является посыпание крахмалом, солью, либо обработка содой. С наступлением новогодних праздников актуальным становится риск получения травм от пиротехники. Наибольший всплеск наблюдается 30-31 декабря и 1-2 января. Часто из-за производственных дефектов петард и фейерверков. Каждый покупатель имеет право потребовать сертификат на продукцию. После нужно детально изучить инструкцию. Не обязательно должны быть указания на русском языке. И стоит помнить, реализация пиротехники детям младше 15 лет запрещена. Если вдруг не сработал фейерверк, то не стоит сразу же к нему подходить, пытаться его трясти, выбросить в мусорницу. Надо выждать, подождать 15-20 минут, потому что это время точно гарантирует, что фейерверк больше не сработает. Поместить в емкость с водой и оставить на сутки, а потом выкинуть в обычные отходы. Несчастный случай, как и любую болезнь, легче предупредить. Если этого сделать не получилось, нужно максимально быстро вызвать скорую помощь, либо самостоятельно доставить пострадавшего в медучреждение. Каждая потерянная минута в настоящем может дорого обойтись вашему ребенку в будущем. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. Сегодня отмечается День белорусского кино. Этот профессиональный праздник был установлен в 1994 году. Но сама история белорусского кино насчитывает более 9 десятилетий. 17 декабря 1924 года вышло постановление о кинопроизводстве в БССР. В тот же день было создано управление Белгоскино. А затем сняты первые хроникальные кадры. Как сегодня развивается белорусский кинематограф? Насколько конкурентоспособен и интересен зрителю? На эти вопросы в актуальном интервью ответил генеральный директор коммунального унитарного предприятия «Гомель» киновидеопрокат Александр Лавриненко. День белорусского кино Впервые мы показали фильм, который достиг рубежа нынешними деньгами 200 тысяч динаминированных рублей. Это фильм «Пираты Карибского моря», пятая его часть, который посмотрело более 35 тысяч зрителей. Я хочу отметить, что впервые у нас в топ-10 по итогам 11 месяцев находится фильм, скажем так, жанра триллер или ближе даже к фильмам ужасов. Это фильм «Онов». Все-таки картина не веселая. Белорусских фильмов в этом списке нет. Ну, я могу сказать, что белорусские фильмы, в принципе, они тоже востребованы. У нас очень неплохо прошел в этом году премьера киностудии «Беларусь» фильм «Следы на воде». Я могу сказать, что фильм «Среды на воде» у нас посмотрело более 17 тысяч зрителей. Поэтому, в принципе, можно сказать, где-то в топе тоже и этот фильм находится. Ну, есть известные проблемы в белорусском фильме, мы знаем, и мы надеемся, что в скором времени все-таки эта разница нивелируется в связи с тем, что недалее, как в ноябре месяце, завершена реконструкция нашей национальной киностудии «Беларусьфильм». И поставлены очень амбициозные задачи. Ближайшая наша премьера, которую мы ожидаем в январе, это фильм нашего мэтра отечественного киноискусства Вячеслава Никифорова, художественного руководителя киностудии. Фильм называется «Тум Победум». Он рассказывает о судьбе, ну, скажем так, ребенка, который детдомовец. Ну, и смысл, посыл, что у нас нет чужих детей. Состоялся на киностудии предпремьерный показ. Наши коллеги и сотрудники выезжали туда, смотрели, говорят, очень достойная киноработа. Смотрите, фильмы достойные. Все-таки зрителя, несмотря на это, меньше. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы белорусское кино стало еще более узнаваемым и интересным вот именно белорусскому зрителю? К сожалению, сегодня мы не можем располагать теми возможностями, в первую очередь, с точки зрения фильма продвижения, которыми располагают и голливудские, да даже те же российские фильмы. Когда бюджет маркетинговый сопоставим с бюджетом производства фильма. То есть речь идет о миллионах американских долларов. И поэтому сегодня у нас немножко не те возможности. Остается только брать качеством. И тут, понимаете, есть еще и эффект обратной связи. В этом году, когда летом демонстрировался фильм, режиссера Игоря Синькова «Тень врага», он приезжал со своими коллегами. Было три творческие встречи у нас состоялись. И я вижу, что для этого режиссера очень важно, он почувствовал во время встреч реальную отдачу от тех зрителей, на кого этот фильм был рассчитан. Когда ветераны войны подходят к молодому человеку и говорят спасибо за тот фильм, который вы сняли. Понимаете, чуть ли не слезы у ребят на глазах были тогда. Потому что это было то самое действительно явление, что труп художника востребован. При всех тех минимальных технических и прочих возможных. Вот вы упоминали о технических возможностях. Хотелось бы узнать, как в этом плане развивается сеть кинотеатров в Гомельской области. Я хочу сказать, что этот год отмечен для нас очень двумя важными проектами, которые нам удалось реализовать. Мы открыли два новых цифровых кинозала. Первый цифровой кинозал – это первый в республике кинозал в агрогородке, расположенный в Чирковичах, Светлогорского района, кинотеатр «Спутник». И вот буквально накануне праздника в городе Житковичи открылся обновленный после ремонта кинотеатр «Восход», в котором в том числе и есть цифровой кинозал. Кстати, кинотеатр просто, я могу сказать, потрясающий, потому что благодаря вниманию со стороны руководства области, именно и лично Владимира Андреевича Дворника, нам удалось получить такой уникальный в своем роде объект, который имеет два фактически кинозала. У меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в целом, какие планы на будущий год? Может, где-то еще появятся новые кинотеатры в Гомельском области? Да, конечно, у нас есть достаточно серьезные планы. У нас, у нашей команды, все работники кинопредприятий, в частности, мы видим задачу, сейчас начали, приступило, руководство кинотавра городского предприятия Гомельского. Значит, мы планируем в следующем году открыть, все-таки довести до конца ремонт в Малом зале кинотеатра имени Калинина. Вот, я не знаю, у нас есть определенные, будем надеяться, планы, которые нам удастся воплотить в отношении кинотеатра в городе Добруша, которые сегодня есть. Мы работаем для зрителей, и мы дарим вот то самое волшебство кино, которое ориентировано для того, чтобы доставить людям удовольствие. Что ж, отличная точка нашей с вами беседы. Спасибо вам большое, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо большое за приглашение. Мы всегда рады общению с вами и с нашими зрителями. Интрига месяца, наконец, раскрыта. Финал конкурса «Миссис Гомель-2017» прошел в общественно-культурном центре. 15 заботливых матерей и жен отложили домашние дела, чтобы выйти на сцену и покорить своей красотой зрителей и жюри. Как проходило яркое зрелищное соревнование, знают наши корреспонденты. В течение месяца супермамы приводили себя в боевую готовность. В то же время организаторы тщательно готовились, чтобы устроить красочное шоу и удивить зрителей. На сцене каждая участница старалась побороть страх и по максимуму показать способности. Строгое соответствие классическим модельным параметрам показатель не самый важный. Как подчеркивает жюри, главное быть активной, целеустремленной и уверенной в себе. «Миссис Гомель» — это, наверное, все вместе. И красота, и ум, интеллект, обаяние. Вообще, знаете, для меня самая главная энергетика. Я думаю, что я буду чувствовать все-таки от человека какую-то живую энергетику, тем более человек уже состоявшийся. И здесь должно все быть уже как в состоявшейся личности. Зацепит или не зацепит. Танцевальный номер от участниц, дефиле в костюмах на визитку и последний выход в вечерних платьях. Финалисток ожидала и интеллектуальная проверка. Они отвечали на вопросы ведущих. Например, как совместить семью и свободу, и кто должен быть хозяином в доме. Зрители также увидели музыкальный видеоклип с участием мам и веселое интервью с их детьми. Самым ярким и трогательным моментом конкурса стало семейное дефиле. Кстати, на сцене дети держались не менее уверенно, чем их красивые мамы. А в зале за своих переживали группы поддержки во главе с мужьями. Отнеслись положительно. Сами, можно сказать, и направили. Жене всячески помогал. Жена очень волновалась. Я ее поддерживал, как мог. Сын Тимофей тоже очень поддерживал. Хорошо себя вел, как настоящий джентльмен. Всегда без мамы провожал, махал ручкой. В конце вечера, чтобы поддержать участниц, на сцену также вышли финалистки конкурсов миссис Гомель прошлых лет и его победительницы. При зрительских симпатии в итоге получила мать троих детей Елена Бурминская. Второй вице-миссис стала Ирина Середа. Первая вице-миссис Марина Тимошенко. А главный титул миссис Гомель 2017 и корону по решению жюри получила участница под номером 14 Анастасия Зятикова. 29-летняя мама воспитывает сына и работает педагогом дополнительного образования. Я верила в победу, но я сейчас думаю, это сон. Это сон? Нет. Это реальность? Я хочу сказать большое спасибо моим родителям, моим близким, которые поддерживали меня в момент подготовки и верили в мои силы. Они верили намного больше, чем я. Им большое спасибо. Мои родители – это мои крылья за спиной, мой муж – это верное плечо, мой ребенок – это моя цель, это мое движение вперед. Спасибо вам, родные! Спасибо! Анна Корольчук, Анастасия Кучинская, Евгений Макеенко. Новости недели. Бесценное музыкальное наследие Владимира Мулявина. Песни, которые действительно трогают душу. В Гомеле с концертом выступил белорусский государственный ансамбль «Песняры». Артисты исполнили новые композиции «Золотые хиты» легендарного коллектива. На уходящей неделе кинолюбители разных стран мира смогли увидеть долгожданное продолжение культовой фантастической саги «Звездные войны». В кинотеатре имени Калинина самую ожидаемую кинопремьеру года встретили зрелищной презентацией. Обо всем наиболее интересном расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Самурай, сакура, суши – эти, казалось бы, совершенно разрозненные по своему предназначению объекты объединяет страна происхождения. Япония – кладезь утонченной экзотики, центр современных инноваций и глубоких традиций. Культура страны восходящего солнца – яркий образец самобытности нации, которая сохраняется веками и передается от поколения к поколению. В картинной галерее Гавриила Ващенко на уходящей неделе открылась выставка «Между сном и вдохновением». Здесь представлены растения в технике бонсай. Это уникальное японское искусство выращивания точной копии деревьев в миниатюре. В экспозиции около 30 живых композиций из частной коллекции гамильчанина Дмитрия Вихарева. Выращиванием карликовых деревьев он занимается около 15 лет. В его коллекции – китайский клен, адамово яблоко, сосна, липа и многие другие растения. Старейшим деревьям более 10 лет. Чтобы лучше прочувствовать глубину и многогранность искусства бонсай, посетителям предложили погрузиться в атмосферу японской культуры. На открытии выставки присутствующие смогли познакомиться с национальными танцами и кухней страны восходящего солнца. В Славянской библиотеке филиале областной универсальной библиотеки имени Ленина состоялся творческий вечер, посвященный юбилею известной гомельской поэтессы Нины Шкляровой. Член Союза писателей Белоруссии, лауреат ряда престижных литературных премий. В ее творческом арсенале многочисленные авторские и коллективные сборники поэзии, которые печатались в Белоруссии, России и Украине. Нина Шклярова руководит школой-студии «Молодой литератор», которая открыла дверь в мир прозы и поэзии многим начинающим авторам. Во время праздничного вечера декламировались произведения, поэтессы и звучали песни на ее стихи. В Гомеле с концертом выступил белорусский государственный ансамбль «Песняры». На сцене городского центра культуры артисты представили современные музыкальные композиции, вошедшие в новый альбом, в ближайшее время. И, безусловно, звучали золотые хиты «Косил ясь конюшину», «За полчаса до весны», «Александрина», «Беловежская пуща» и многие другие. Самые яркие и известные песни из репертуара бессмертного коллектива, который пользовался всенародной любовью и имел ошеломляющий успех у публики. Гармоничное сочетание белорусского фольклора и его высококлассного многоголосного исполнения, а также оригинальность аранжировок делают в творчество песнеров, жемчужины и современной белорусской культуры. Это по-прежнему любимая и востребованная многими музыка, под которую одни слушатели вспоминают свою юность, а другие открывают для себя необычный мелодизм новых композиций. На уходящей неделе состоялась мировая премьера одного из самых ожидаемых фильмов года «Звездные войны. Последние джедаи». Такое знаковое культурное событие в Гомеле встретили масштабно и креативно. В кинотеатре имени Калинина перед началом сеанса развернулось поистине феерическое презентационное шоу. Гостей развлекали главные персонажи культовой киноэпопеи, представители светлой и темных сил. Вместе с ними присутствующие участвовали в конкурсах, делали снимки в специальных фотозонах и заряжались хорошим настроением. А в Гомельском государственном театре «Кукол» тем временем представили новогоднюю сказку «Храбрый портняшка». Она повествует о бедном портном, который за раз убил семь мух и возомнил себя героем. Благодаря своей сообразительности он выходит победителем из любых опасных ситуаций и завоевывает любовь к королевской дочери. Новогодний праздник для детей создают миниатюрные и ростовые куклы. На сцене разворачивается зрелищное представление с большим количеством декораций, костюмов, перевоплощений, музыкальных вставок и световых спецэффектов. На следующей неделе в нашем регионе продолжится марафон премьерных новогодних представлений. Гомельский областной драматический театр своих юных зрителей приглашают увидеть сказку «Летучий корабль» по мотивам известного мультипликационного фильма, любимого не только детьми, но и взрослыми. На сцене развернется грандиозное шоу, сопровождающееся яркими музыкальными и хореографическими номерами. Детям предстоит встретиться с добродушным трубочистом Иваном и его возлюбленной царевной забавой. С наивным батюшкой-царем и коварным полканом, с веселым хором бабок-ежик и загадочным водяным. В спектакле прозвучат известные композиции советского мультфильма, а также современные шлягеры. Тем временем во Дворце культуры Металлурга в Жлобине на следующей неделе также стартуют яркие новогодние программы. Юных гостей здесь ждут интерактивные праздничные представления, занимательные конкурсы, игры и викторины, познавательные квесты, хороводы вокруг новогодней красавицы-елки и, конечно же, приятные подарки и сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok